Заметки Электрика В комментариях постоянно задают вопросы, а почему вот в этой коробке так подключено, в этой коробке так подключено. И вот как бы я вам показываю сейчас одну из схем, один из вариантов подключения испытательной коробки. Данную схему я покажу вам на одном из своих присоединений. В общем счетчик у нас в Меркурии 230, АРТ-03. Электроустановка у нас 400 вольт, счетчик подключается через три трансформатора тока. В общем вот это присоединение в одной рубильник или разъединитель. Здесь у нас трансформаторы тока. Три трансформатора тока у нас используются исключительно для счетчика. Другие три трансформатора используются у нас для наших килоамперметров, щитовых приборов. И еще один отель трансформатор тока на желтой фазе, на фазе А. Он у нас используется для автоматического управления компенсацией на данной секции. То есть там установлена установка УКМ, установка компенсации мощности. И с помощью контроля тока там осуществляется автоматическое переключение емкостей. Это у нас сам контроллер, который отслеживает ток нагрузки на вводе и уже управляет ступенями конденсаторов. То есть управление ступенями осуществляется от контроллера с помощью контакторов. И уже здесь подключается та или иная емкость в зависимости от тока нагрузки. Но это уже отдельная тема для обсуждения. В общем это у нас трансформаторы тока. Вот верхние трансформаторы ТА, ТАА, ТАБ и ТАЦ. Это у нас используется для учета. Вот видно С301, здесь вот Б301 бирочка и А301. Общий у них Н301 у них выполнен с перемычкой. То есть здесь установлена перемычка по выводу И2. И соответственно вывод И2 заземляется. Вот идет у нас заземление туда вот вниз. На заземление на шину ПЕ. Так вот 4 провода А301, Б301, С301 и Н301 уходят у нас на трансформаторов тока, уходят у нас на нашу коробку КИП. Вот они у нас приходят. А301, Б301, С301 и Н301. И здесь что? А301 уходит на начало фазы А, Б301 на начало фазы Б, С301 на начало фазы С. Дальше между концами всех трех фаз у нас сделаны перемычки. Видите? Раз, два. И сюда же приходит у нас Н301. То есть общий провод трансформаторов тока. Н301. Ну и еще у нас заземлен дополнительный здесь вывод Н301. С другой стороны, так сказать, вот здесь вот видно два проводника подключены на этой клемме. Но это в принципе делать не обязательно, потому что у нас вот этот вывод Н301 заземлен со стороны трансформаторов тока. Я вам уже показывал. Ну и здесь сделано дополнительное, как бы хуже не будет, но тем не менее. 380 вольт взяты непосредственно с шин данной секции. 380 вольт у нас вот фаза А, Б, С и 0 приходят соответственно на вот эти клеммы. Здесь установлены у нас перемычки, чтобы разрывать цепи напряжения. Ну а далее здесь А, Б, А1, Б1, С1 и Н. То есть по цепи напряжения вот они у нас уходят соответственно на клеммы 10, 12 и 14. А Н у нас уходит на последнюю общую клемму 0. То есть вот она, вот эта Н уходит сюда. То есть вот еще раз А, Б, С и 0 у нас приходят на соответствующие клеммы испытательной коробки, цепи напряжения. И вот у нас приходят А301, Б301, С301 и общий Н301 на вот эту часть коробки. Вот уже у нас вверху отходящие правоники на сам счетчик. А вот у нас схема непосредственно подключения счетчика. А301 приходит на начало фазы А, Б301 на начало фазы Б, С301 на начало фазы С. На концах всех трех элементов счетчика мы делаем перемычку и сюда заводим Н301. Все, токовые цепи у нас подключились. Ну и соответственно фазу А мы заводим на 10 клемму, фазу Б на 12 и фазу С на 14 клемму. Н-нолик и заводим на клемму 7. Ну она у нас общая, 7-8 это общая клемма счетчика. Вот в принципе и все. Как пользоваться данной коробкой? Ну по цепям напряжения тут все понятно. То есть разрываем, делаем разрыв по этим перемычкам и готово. То есть мы разорвали 380 вольт на наш счетчик. Как нам быть с токовыми цепями? Все вы знаете, что режим работы трансформаторов тока является КЗ режим. То есть разрывать вторичную обмотку трансформатора тока строго-настрого запрещено. У меня уже об этом есть несколько видео на канале. Вы можете посмотреть, где я искал обрыв и объяснял, почему нельзя разрывать вторичную обмотку трансформатора тока под нагрузкой. В общем, что нам в итоге здесь можно сделать? Чтобы нам отключить счетчик, нам нужно закоротить все наши фазные проводники. То есть начало всех трансформаторов тока. То есть мы делаем, что мы сюда, сюда и сюда ворачиваем винты. Вот здесь вот видно вот эти отверстия. Я там фотографию приложу получше. Посмотрите, вот здесь, здесь, здесь ворачиваем три винта на М4 и соединяем наш вывод А301, Б301, С301 с нашей шиной М301. То есть там внутри коробки имеется шинка. И мы с помощью вот этих винтов закорачиваем наши все три вывода на эту шину. То есть мы закорачиваем все три трансформатора тока на общий вывод. И тем самым мы затем можем смело разрывать вот эти вот перемычки с дальнейшим отключением проводов от счетчика. Вот в принципе и все. Вот оно все назначение вот этой испытательной коробки. Но на практике, как я уже говорил, встречается не только вот такая схема. Эта схема, так сказать, ее называют 7-проводная. Ну, 7-проводная это по количеству проводов. Ну, в данном случае здесь она у нас 8-проводная. Еще встречаются схемы 10-проводные. Там смысл подключения несколько другой у трансформаторов тока. Там с каждой обмотки трансформатора тока идет свой проводник. Здесь, видите, мы на трансформаторах тока у нас имеется перемычка по всем выводам И2. И сюда приходит уже один общий 0, да, Н301. А в 10-проводной схеме у нас с каждого трансформатора тока приходит пара. Начало-конец, начало-конец, начало-конец. Вот. И там подключение коробки осуществляется несколько по-другому. Если там также завести начало и конец, вот, и оставить подключенным должным образом, то у нас учета никакого не будет, потому что мы закоротим данными перемычками наши токовые цепи. Сейчас я вдаваться в подробности не буду, а про другую схему лучше расскажу в отдельное видео. А вот так вот у нас отпадывают вот эти вот липучки. Уже после года эксплуатации. Ну, подстанция, конечно, достаточно холодная. Но вот все эти липучки, они отваливаются. В общем, вот такое получилось небольшое видео по просьбам подписчиков, по просьбам читателей сайта. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь много будет еще всего интересного. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!